Любой более-менее крупный проект так или иначе использует брокеры сообщений, и чаще всего это Apache Kafka. Поэтому уметь взаимодействовать с Kafka хотя бы на базовом уровне будет полезно как разработчику, так и тестировщику или аналитику. И вы удивитесь тому, как много людей испытывают с этим проблемы. Я в своей работе практически ежедневно взаимодействую с Kafka, поэтому решил поделиться опытом. Конкретно мы в команде используем графический интерфейс Offset Explorer, о котором сегодня и пойдет речь. В этом материале мы вместе узнаем, что такое Offset Explorer, зачем он нужен и как его установить. Научимся подключаться к Kafka к кластеру через Offset Explorer. Узнаем, как создавать и просматривать топики, используя его. Увидим, как просматривать и отправлять сообщения в эти топики, научимся перечитывать топики Kafka, редкий навык по моим наблюдениям, познакомимся с инструментами экспорта и импорта, а также посмотрим на альтернативные варианты, которые конкурируют, скажем так, с Offset Explorer. А именно это AHKQ и Kafka UI. В этом материале не будет информации про то, что такое Kafka, зачем она нужна и как она работает, и информации о том, что такое топики, партишны, звуки, пиркластеры и т.д. Этот материал посвящен преимущественно Offset Explorer и его применению при работе с Kafka. Поэтому подразумевается, что зритель имеет хотя бы минимальное базовое представление о концепциях Kafka. Если вы хотите отдельный ролик конкретно про Kafka, то пишите в комментариях, я буду знать, что эта тема интересна. Сегодня я продемонстрирую на практике все то, что сам использую в повседневной работе. Материалов в интернете про это, особенно на русском языке, не сильно много, поэтому начинающим специалистам в работе пригодится 100%. Безусловно, есть официальная документация на английском, которую я в том числе использовал для подготовки этого материала. Ссылки на все источники я также оставлю в описании к ролику. Ну, а мы не будем задерживаться, у микрофона Макс. Это канал Билл Лаунч. Поехали! Чтобы развернуть Kafka Cluster, нужно найти инфраструктуру. Но никому из нас не хочется заморачиваться. Хочется быстро и без глубоких познаний в системном администрировании запустить собственный проект. Это можно сделать в Selectel. Быстро, удобно и еще со стопроцентным кэшбэком. Selectel – это один из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры и облаков в России. Провайдер развивает облачную платформу собственной разработки с полезными сервисами для проектов у любой сложности. Здесь можно загружать и хранить данные, размещать собственные сайты или запускать приложения, обучать нейронные сети, разворачивать базы данных и управлять микросервисной архитектурой. Если раньше не пользовались Selectel, то сейчас лучший момент попробовать. Развернуть IT-инфраструктуру проекта можно со стопроцентным кэшбэком. Эта акция распространяется на самые сочные – Managed Kubernetes и облачные базы данных. Managed Kubernetes – это отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности, которые можно быстро развернуть. Облачные базы данных – это готовые к работе масштабируемые и отказоустойчивые базы данных любой конфигурации на выбор. Postgres SQL, Postgres для 1С, MySQL, Redis, Kafka – все свежее и соответствует всем стандартам. Чтобы получить кэшбэк за использование этих сервисов, переходите по ссылке в описании или по QR-коду, регистрируйтесь в панели Selectel, начните пользоваться услугами и подайте тикет на участие в акции. Selectel вернет бонусами 100% затрат на Kubernetes и базы данных за первый месяц использования. Подробные условия читайте на сайте акции. Пара небольших дисклеймеров перед началом. Материал рассчитан для новичков и тех, кто хочет научиться базовой работе с Kafka, со стороны не ее, скажем так, администратора. Поэтому помните, не всегда то, что очевидно вам или мне, очевидно кому-то другому. И Offset Explorer, как и любой другой инструмент, можно разбирать довольно долго. В этом материале рассмотрены базовые вещи, которые тем не менее покрывают ну процентов 90 пользовательских кейсов, которые я встречал по своему опыту. Но держите в голове, что темные пятна останутся и все равно, возможно, в чем-то придется разбираться самому. Ну что ж, для начала необходимо установить Offset Explorer. Мы переходим на официальный сайт и скачиваем Offset Explorer под нужную вам операционную систему. Мы щелкаем по вкладке Download и выбираем то, что нас интересует. Windows 32-bit, Windows 4-bit, macOS или же Linux. В случае с Windows скачивается обычный exe файл, запускаем установщик и проходимся по формам установочного визорда, как в любом приложении, собственно, Windows. В случае с macOS уже DMG файл скачивается и дальше тоже абсолютно стандартная установка, как и любого macOS предложения. Открываем Finder, загрузки, перекидываем туда наш файлик в приложение, ну и собственно все устанавливаем. В случае же с Linux, если мы щелкнем на Download, у нас откроется вот такой вот файлик, большой-большой-большой bash скрипт. Нам что нужно сделать? Нам его нужно сохранить, например, нажав на Ctrl S. Ну, видите, он у меня уже сохранен, например, Download. Все, мы его сохранили. После этого мы должны перейти в каталог, куда мы его сохранили, и просто ввести команду sh explorer.sh. Тем самым, мы запустим этот bash скрипт, который выполнит всю установку. Если файл не получается запустить на исполнение из-за нехватки прав, то эти права можно выставить командой sudochmod плюс x и название нашего файлика, а потом повторно попытаться запустить запуск Kafka. Если у нас нет уже существующего сервера Kafka, к которому мы можем подключиться, то можно развернуть его локально с помощью Docker. Ну, чисто для тестов, чтобы попробовать. Для этого воспользуемся готовым образом Kafka Craft из Docker Hub. Загрузим образ и запустим экземпляр контейнера на порту 90.92 с помощью следующей команды. Мы пишем с вами Docker run-p. Сразу указываем, да, проброс портов, на котором хотим запустить нашу кафочку. минус D в режиме демона. И дальше указываем название образа. Bash j79, Kafka Grant. Все, у нас пытается найти Docker Image локально, но найти он его локально не может, поэтому он его начинает пулить из Docker Hub. И как только он его спулит, он развернет контейнер и сразу же его запустит. А мы этот момент быстренько прокрутим. Кстати, по Docker у нас есть отдельный ролик. По Docker и по Docker Compose оставлю в описании. Просто можете также найти на канале, если до этого никогда не работали, но хотите ознакомиться. Теперь взаимодействуем непосредственно с кафкой. Вообще, для управления кафкой из коротки доступен специальный инструмент кафка силой. И мы можем использовать его, но для начала нам нужно подключиться к контейнеру. Чтобы подключиться к контейнеру, мы должны узнать его names или контейнер ид. Это можно сделать с помощью команды docker ps. Мы, если введем сейчас docker ps, то увидим, что у нас сейчас запущен один docker контейнер на порту 90.92 и вот у него айтишник. Мы берем этот айтишник и, собственно, заходим в контейнер. docker exec минус айти айтишник нашего контейнера и sh. Все отлично, мы провалили сейчас в наш контейнер и нам нужно перейти в папочку cd.opt.cafka.bin. И здесь мы можем, соответственно, выполнять все команды с помощью определенных скриптовых файлов. Если ls сейчас напишем, мы увидим, что здесь есть ваш скрипт на все случаи жизни. И сейчас я хочу создать топик, который будет называться пиламуч видео. Для начала очищу консоль. Сделать это мы можем следующей командой. И сейчас вуаля. Мы видим, что нам рекомендуют просто точку не использовать в названии топика, но так или иначе топик создался. Отлично. Теперь мы можем посмотреть список наших топиков. Для этого мы используем команду bash-скрипт до kafka.topics.sh, bootstrap-server. Указываем сервер, на каком мы хотим посмотреть наши топики. И лист для того, чтобы увидеть список всех топиков. И мы видим, что сейчас у нас создан всего лишь один топик. Пиламуч видит. Теперь я хочу отправить несколько сообщений в наш топик. Делается это также следующим образом с помощью bash-скриптика. Что же такое Offset Explorer и зачем он нужен? Offset Explorer, ранее называемый Kafka Tool, это приложение с графическим интерфейсом для работы с Kafka. Оффсет Explorer позволяет быстро просматривать объекты в кластере Kafka, а также работать с сообщениями в топиках этого кластера. Что вообще позволяет делать ОЕ? Просматривать содержимое кластеров Kafka, включая брокеры, топики и консумеров. Просматривать и добавлять сообщения в партиции. Просматривать и выставлять офсеты у консумеров. Выводить сообщения в json, xml и avro формате с возможностью их локального сохранения, что кстати это очень удобно. Управлять топиками и их конфигурациями. Обеспечивать поддержку протоколов и механизмов аутентификации и шифрования для пачка Kafka. Ну и естественно можно писать собственные плагины для вывода кастомных форматов данных, например. Подключение Kafka через Offset Explorer. Чтобы работать с данными Kafka, необходимо создать подключение. Ну для начала нам нужно наш Offset Explorer открыть. Если у вас у меня например Linux, я здесь просто в строке выбиваю Offset Explorer. И вот у нас появился Offset Explorer. Я нажимаю игры и теперь нам нужно с вами создать подключение. Это можно сделать с помощью пункта меню Add New Connection в меню файла. Вот так через Add New Connection. Или если кликнуть по каталогу Clusters, мы можем нажать правой кнопкой мыши и добавить сюда Add Connections. Также мы можем добавить группу. Группа это еще одна папка, скажем так. Ну папки здесь нужны просто для того, чтобы группировать, например, кластеры. По отдельным как бы смешно не звучало группам. Также мы можем там группу удалить, переименовать, импортировать Connection, экспортировать Connection. Это об этом будет чуть позже. Как бы ко всем подключиться, это всего отключиться сразу. Ну давайте создадим наш новый кластер через Add New Connection. И собственно у нас открывается диалоговое окно для подключения, где необходимо выставить следующие настройки. Cluster Name это имя кластера, которое мы хотим ему дать, ни на что не влияет. Это чисто для нашего удобства. Я назову его пиламыч. Само PR. Bootstrap Service это собственно серверы, с указанием портов желательно, на которых живет настроен кафка. Мы с вами уже смотрели и если посмотрим еще раз через Docker PS, мы видим, что у нас кафочка живет на порту 9092 нашей локальной машины. Поэтому в качестве Bootstrap сервера мы соответственно с вами укажем Local Host 9092. Либо можно указать 127.0.0.1, это петлевой адрес. В принципе, что так, что так, хуже не станет. То мы указываем версию кластера, как правило, можно оставить просто по умолчанию 3.7. ZooKipper Host. Enable ZooKipper Host, например. Это вообще имя хоста или айпишник хоста ZooKipper в кластере. Ну и порт, соответственно ZooKipper кластера и Cheroot Pass. Путь, по которому данные кластеры кафка отображаются в ZooKipper. Ну, для нашего создания подключения все гораздо проще. Enable ZooKipper галочка нам не нужна. Так как у нас очень простой кластер и ZooKipper для управления всем этим настраивать смысла никакого нет. Если кластер использует механизм безопасности PlainText, это мы можем зайти во вкладочку Security и увидеть несколько механизмов безопасности. Вот он, например, PlainText. Как правило, PlainText используется в основном локально или в тестовых средах, как, собственно, в нашем случае. То нам не нужно настраивать никаких дополнительных атрибутов безопасности. Это наш вариант. Мы на этом как бы остановимся для нашего кластера. Но в целом иногда клавка сервера защищены либо SSL, либо SASL подключением. И тут уже нужно чуть больше. То есть, если кластер настроен на SSL, то мы должны либо указать специальную конфигурацию JAWS в пользовательском интерфейсе, либо создать файл конфигурации в Oxfet Explorer. Если у нас просто есть файлик, то в Windows мы запускаем Offset Explorer следующим образом. В Linux мы также его запускаем вот так, с указанием файла. И на macOS нам нужно запустить Offset Explorer с помощью Offset SSH, расположенного в следующей папке. Перед этим, естественно, мы должны настроить файлик JAWS конфиг вот этот, ну, в соответствии с тем, как Kafka сконфигурирована. Если мы не передаем файл конфигурации при запуске Offset Explorer, то можно просто указать его на вкладке JAWS конфиг. Вот сейчас пример из документации, собственно, я вам подвечу. Если у нас используется SAS Plane, то необходимо изменить свойства клиента SASL механизм на Plane. Это свойство делается все во вкладке Advanced. Если кластер Kafka настроен по механизму работы SSL, то необходимо задать параметры конфигурации SSL, естественно. Если брокеры Kafka не используют сертификат сервера, выпущенный там публичным сертификатом SC, нам нужно указать локальный сертификат с собственной подписью. Ну, собственно, если саны сертификата нашего сервера не совпадают с реальным именем хоста, к которому мы подключаемся, то можно словить SSL ошибку No Subject Alternative DNS Name. Можно избежать этого сняв флажочек Validate SSL Adpoint Host Name в разделе Broker Security. При этом свойства клиента SSL Adpoint Identification алгоритм будет установлен в null. Если кластер требует наличия клиентского сертификата двухсторонней аутентификации, то необходимо выстраивать атрибуты хранилища ключей, ну, кейстория. В кейсториях содержится закрытый ключ, который мы используем для аутентификации в брокере Kafka. Также нужно настроить пароль для хранилища ключа и пароль для закрытого ключа в хранилище. Вообще, мы можем еще и к облакам подключаться, к кластерам в облачных сервисах по типу Амазона. Но это мы подробно рассматривать не будем, просто оставлю в описании ссылку на доку, а именно на раздел с подключением. Ну и чтобы убедиться, что мы все сделали с вами правильно, у нас простенькая конфигурация, мы можем вот кнопочку тест нажать. Да, connect, connect, test, successful, отлично. Вот, все, мы протестировали, что у нас все работает. Теперь можем спокойно нажать кнопочку add, а у нас добавилось, собственно, подключение. Вот мы и видим. Здесь, если мы накликнем на наш кластер, мы увидим, собственно, всю информацию, ее здесь можно отредактировать. Мы видим все наши security, jasconfig, access-листы. Ну, в данном случае, access-листы недоступны, потому что мы не используем Zookeeper. Ну, сам факт. Что мы можем сделать? Собственно, вызвать контекстное меню. Мы можем склонировать этот connection, удалить его, экспортировать его в файлик. О чем дальше? Подключиться к нашему кластеру кавки или отключиться. Ну, в данном случае, наверное, было бы неплохо к нему подключиться. Вуаля, мы видим, что кластер загорелся зеленым, это значит, мы подключились к нему. Основные элементы. Если мы раскроем наш кластер, то видим три каталога. Brokers, Topics и Consumers. То есть, брокеры, топики и потребители. Kafka Cluster обычно состоит из брокеров. Брокеры это, по сути, набор узлов, да, там, виртуальных машин, контейнеров, локальных физических машин, каких-то, конфигурированных определенным образом. Все эти брокеры соединены друг с другом в одну сеть и действуют сообща, так сказать, образуя кластер. И вот, кликнув на каталог Brokers, мы можем с вами видеть список брокеров. Но у нас брокер всего один, очевидно. Это наша локальная кавка из докера на Localhost 9092. Мы, на самом деле, если каталог, кликнем, видим, что у нас список брокеров. Здесь вот он, ID-шник, у него единичка, его хост, его порт, мы, собственно, видим. Здесь мы можем обновить лист, может быть, у нас какие-то подключения добавить. И мы можем распечатать неожиданным образом список. Новый принтер не подключен, поэтому мы печатаем ничего не будем. Если мы кликнем непосредственно на сам брокер, мы увидим вкладку Property. Здесь основная информация плюс-минус то же самое, что и было в каталоге. Кстати говоря, по брокерам также можно искать. У нас доступна вот эта вот фильтрация. Выбрав каталог Topics, можем увидеть список топиков нашего кластера. Если вот я непосредственно по каталогу кликну, вижу, что у нас всего лишь один топик. BeLaunch Videos. И что мы здесь можем увидеть? Соответственно, сам список, обновить, распечатать, добавить мы можем топик. Мы можем выбрать топик и его удалить. Ну, либо есть вкладочка 3, где позволяет сделать то же самое, чтобы посмотреть некоторую вложенность. Если мы кликнем непосредственно на сам топик, то мы увидим здесь на вкладке Properties основную информацию. Топик имя BeLaunch Video. Content Types K-Value. Зачем эта штука нужна? По умолчанию, как правило, она стоит в байтере. И все сообщения в кавке будут представлены в виде набора байтов. И вы их должны будете, соответственно, отправлять в виде набора байтов. Нас это не устраивает, потому что мы люди-человеки. Мы хотим видеть человека-читаемый вывод обычной строки. И мы, соответственно, ну, есть еще Avro режим, формат. И мы можем здесь поставить, соответственно, стринг-стринг строки. И не забыть нажать кнопочку обновить, чтобы все у нас было в человеко-читаемом виде. И здесь мы видим еще Total Number of Message. Если мы нажмем Refresh, мы увидим, сколько всего у нас сообщений в топике. Их всего у нас четыре. Во вкладке Config мы можем редактировать настройки, то есть свойства топика. Например, политику хранения сообщений. Вот она у нас, Delete. То есть политика хранения сообщений у нас, удаление. Мы можем настроить здесь через сколько секунд удалять и так далее. Максимальный размер сообщения и вот все такие штуки. Во вкладке Data мы можем посмотреть содержимое топика. Подробно об этом мы чуть позже поговорим. Чтобы получить список сообщений, мы должны нажать на кнопочку вот этого зеленого проигрывателя. Она же называется Retrave Message. Вот, собственно, загрузили. После извещения записи мы можем посмотреть следующую информацию про них. Это у нас Offset, смещение, да, какое смещение у этого сообщения. Его ключ, его value, его временная метка, когда сообщение было доставлено. Ну и, соответственно, заголовки. Это же самое мы можем в нижней панели. Кстати, если у вас нижней панели нет, она обычно вот так выглядит. Вы рядом с Retrave Message, нажимаете Show Height Detail Panel и у вас открывается вот такая детальная панелька. Видим Partition, Offset, более подробно, Key, Value, Timestamp и Header. Это Timestamp у нас вот, собственно, когда это сообщение было отправлено в Kafka. Кроме того, отображать эти сообщения можно по-разному. Если мы кликнем, например, на Value или Key, мы обратим вот здесь внимание, что есть блок, который называется ViewDataAs. И мы можем выбрать, в каком виде отображать, например, Value каждого сообщения. Если у нас текст, это текст. В сексе мы вот такие вот 16-ричные значения будем видеть. Джейсончик и XML очка. Ну, невалидная, в общем, XML, поэтому он так ее и отображает. Мы сообщения можем фильтровать. Для этого у нас есть вот этот блок, фильтр. И если на зелененькую такую стрелочку, у нас указаны галочками, какие именно, почему именно мы можем фильтровать. По Offset, по ключу, по значению, по заголовкам и так далее. Ну, собственно, что такое Offset? Да, мы можем найти конкретное сообщение по конкретному Offset, если его в объем. Ключ, это когда мы ищем по определенному ключу. Value, это по содержимое, соответственно, значение самого сообщения. Header Key и Header Value по аналогии. И есть, конечно же, еще Regix, когда мы можем искать по регулярным выражениям. Также мы можем задать порядок сортировки сообщений. Делается это вот тут в Messages, Old или News. Если мы подгрузим, у нас будет вот что-то такое. Пустое, кстати, сообщение отправил. Кроме того, сортировку по возрастанию или убыванию значений можно задать в каждом конкретном столбце. Достаточно просто кликнуть на заголовок. Вот, допустим, я хочу подать и сортировать. Вот, с самого последнего сообщения. У нас 3, 2, 1, 0. Хочу наоборот сортировать. 0, 1, 2, 3. Хочу по Value, хочу по Key, хочу по Partition, по Offset. Вот так, по Offset. Вот и все. То есть, довольно гибко, удобно и, что самое главное, понятно. Также мы можем узнать, сколько сообщений мы хотим указать. Сколько сообщений мы хотим отобразить. Для этого существует вот это специальное поле Max Message Perpartition. То есть, здесь, когда мы... У нас всего 4 сообщения. Это не проблема, но обычно сообщений много. И мы можем выгрузить их, например, 50 сообщений только последних. Или там 100, или там 1000. Вот у меня здесь стоит нестыдных 20 тысяч сообщений последних. По умолчанию, как правило, отображается 100. И есть вкладочка Partition. Она отвечает за информацию о партициях топика. Партиции задаются при создании, о чем мы тоже чуть позже поговорим. И у нашего топика всегда есть, как минимум, хотя бы одна партиция. И в данном случае Localhost 9092. Ну, она расположена здесь. Если мы раскроем топик, то мы можем увидеть каталог партиций. Также, если мы зайдем на каталог партиций, мы увидим. Здесь мы все равно видим по топику. Если мы зайдем непосредственно в партицию, в саму. В Properties мы увидим ее айтишник. Мы увидим, где расположен ее лидер. Мы увидим офсеты. Начальный офсет, конечный офсет и сайт. Вкладка Replicas показывает количество реплик у этой партиции. У нас реплика всего одна. Она также живет на Localhost 9092 в режиме in-sync. Ну и во вкладке Data мы можем просматривать сообщения конкретно этой партиции. И добавлять конкретно в эту партицию новые данные. Здесь по аналогии с датой у топик. У нас есть такая вкладочка, которая называется каталог Consumers. Это потребители, либо консумер группы, группы потребителей. Это что вообще такое? Это приложение, которое читают сообщения с топика Kafka. На данный момент список потребителей пуст. Из Offset Explorer такую группу потребителей создать нельзя. Консумер групп создается автоматически, когда приложение начнет читать данные из Kafka. Поэтому, чтобы нам добавить с вами консумер группу, нужно создать небольшое приложение, которое будет являться, собственно, потребителем сообщений из Kafka. Она будет читать сообщения из топика. Ну и мы настроим так, что у этого предложения указывается некоторый group ID. Это group ID станет меткой нашего консумера. Чтобы это все дело сделать, нам сначала необходимо установить библиотеку Kafka Python, через все что угодно установить, запустить проект. И я подготовил вот такой вот небольшой скриптик, который будет являться у нас консумером. И что же у нас здесь происходит? Мы импортируем Kafka Consumer и создаем объект консумера, где указываем адрес топика нашего P-Launch Videos, Bootstrap Servers. Здесь у них может быть несколько, например, в кластере, да, мы через запятую айпичники перечисляем. Считываю сообщения с самого начала, если ассет не найден, то есть если у нас консумер не имеет какого-то определенного ассета, будем считать сначала. Автоматически коммитить будем ассеты. И самое главное, мы задаем group ID, это идентификатор консумер группы. И десерилизатор, соответственно, просто декодировать в QTF-8. Сделаем вот такой нестыдный принт, StartConsuming, чтобы обозначить, что наше приложение начало читать что-то. И также в TryCatch мы цикл for из консумера читаем сообщение и принтим. Получил сообщение с таким-то значением. И если через Ctrl-C или Ctrl-Z вы это все остановите, у нас будет Stopping Consumer и мы его закроем. Наше приложение необходимо стартануть с помощью Python Consumer.py. Мы видим вот такое вот нестыдное стартинг чтения. То есть начала читать, получила сообщение DJ Django, FastTap, LightStar, ну и пустое сообщение. И дальше он, собственно, у нас выпал в ожидании. Мы видим, что у нас, если мы сейчас правой кнопочкой мыши сделаем рефреш, мы увидим, что у нас вот она, наша консумер-группа. Consumer from Python Up. Ну и, собственно, ровно так же, как у нас назывался групп наш ID. Теперь мы через Ctrl-C стопанем нашего консумера и видим, что он остановился. Если мы выберем определенного консумера, то на вкладочке Property мы видим его ID-шник, ну то есть название Group ID вот этой консумер-группы, видимо, активный он или нет. Тип консумера Kafka, Offset Store, Kafka и так далее. На вкладочке Offset очень полезная нам в дальнейшем вкладочка. Она показывает, что у нас название топика, откуда консумер читает, Partition, с какой партиции, начало, Offset, да, Offset старта, Offset конца и Offset просто. Это текущий Offset, докуда дочитал наш консумер. И lag, сейчас объясню, что это такое. Offset это то, докуда дочитал. То есть у нас Offset End, это последний сообщение, Offset последнего сообщения в топике. Здесь же Offset тоже читает. То есть получается наш консумер прочитал все сообщения из топика. Как это еще можно понять? Lag. Есть этот lag, кто не знает, это разница между оффсетом, до которого дочитал консумер, и последним оффсетом в топике. То есть мы можем понять по lag, сколько сообщений потребитель не дочитал до конца. Ну и в нашем случае lag равен нулю, значит консумер прочитал все сообщения из топика. Ну что здесь еще есть? Можно обновить, можно распечатать и можно отредактировать оффсеты. Но об этом мы чуть позже, когда приступим к перечитке топика. А пока что создание нового топика. Создать новый топик мы можем либо перейти в вкладку Topics, да, вот это списочек лист, и нажать на зеленый плюсичек, Add New Topic. Либо воспользоваться пунктом меню Create Topic, если правой кнопкой мыши щелкнем по, собственно, каталогу с топиками. Ну так мы это и сделаем. Создадим Create Topic. У нас открывается окно создания. Что мы делаем? Мы сначала добавляем название, потом сколько будет партиций у топика, сколько у него будет реплик, и дальше мы указываем настройки какого-то бонфика. Давайте создадим Topic Let's, например, где будут храниться сообщения о некоторых квартирах. Partition у него будет всего один, реплика у него будет всего одна, а вот конфиг мы, пожалуй, настроим. Мы сюда добавим первое свойство, которое будет отвечать за политику хранения, так сказать, старых сообщений. Она называется CleanUpPolicy, и Value мы ему поставим Delete. Что это значит? Что мы вообще сейчас сделали? Мы сейчас задали политику хранения. То есть мы будем удалять старые сегменты, когда будет достигнуто их время хранения или предельный размер. И вторым параметром конфига мы создадим как раз время, вот это самое, зададим. У нас будет время называться Retention MS. Retention MS, и мы поставим сюда все. Соответственно, мы задали настройки нашего топика. Можем его запускать. После этого нажимаем Add, и у нас Topics SS All Created, и мы видим, что у нас появился топик, который называется Flats. У него также одна партиция, нулевая. Сразу перейдем в настройки топика, в дату, в Properties, выставим ему String. Не забывайте, если у вас не выставлено, нажимать Refresh и Update. Теперь мы поговорим про добавление сообщений в топик через Upset Explorer. Мы будем добавлять несколько сообщений в JSON формате. Каждое сообщение как бы описывает одну квартиру. Чтобы добавить сообщения в топик, необходимо выбрать нужную партицию, в нашем случае 0, перейти во вкладку Data. Там, вот у нас нужно, значит, Topic Flats Partition 0. Переходим во вкладку Data, мы видим, что у нас здесь есть вот такой плюсик. Мы на него нажимаем, у нас появляется вариант добавить несколько сообщений сразу, либо одно сообщение. Нажимаем выбрать одно сообщение. И здесь важно, что изначально по умолчанию стоит вот так. То есть мы можем подгрузить это из файла. Но мы этого сейчас делать не будем, мы через Enter Manually Text. То есть мы руками это все добавим. Что нам нужно делать? Мы берем само тело сообщения. Вот оно. Вот оно. И вставляем его в Value Value. То есть это непосредственно сообщение, которое придет. Также мы берем ID-шник. Ну, для удобства пользования можем знать какой-то ключ. И нашим ключом будет именно ID-шник. Все. В принципе, мы нажимаем кнопочку Add. У нас появляется сообщение. Message Successful Added. То есть сообщение успешно добавлено. Хотите добавить еще одно сообщение? Да, хочу. И таким образом нам нужно с вами добавить еще два сообщения. Все. Я добавил все сообщения. И чтобы посмотреть теперь на эти данные, мы возвращаемся в наш топик. Можем сделать рефреш. Увидеть, что у нас всего три сообщения. Мы переходим сюда в дату. Уставляем максимальное число сообщений. Ну, в данном случае поставлю поменьше. Грубо говоря, 50. Сортировочку по Нью. И запустим получение сообщений. Вот мы видим, что у нас пришло три наших сообщения. Теперь мы можем кликнуть на любую строчку. Допустим, на вот эту. На столбец Value. Мы кликнем. Вот. И мы видим, что у нас во вкладочке Value появилось непосредственно тело нашего сообщения. Мы можем опять-таки отобразить его в разных форматах. В данном случае я хочу в JSON. Вот видим, что у нас немножечко преобразовалось. Сейчас мы это все делаем. Еще можем в Hex приотобразить. Но JSON нас более чем устраивает. Мы можем это сообщение сохранить. Нажав на иконочку вот эту с дискетой. Ceph data to file. У нас открывается, собственно, наш проводник. Где мы можем задать flat1, например, JSON. И просто его сюда сохранить. Кроме того, мы можем использовать фильтры, о которых я уже говорил. Ну, допустим, очень часто кейс, когда нужно найти какое-то сообщение в топике по его ключу. Соответственно, у нас есть много-много сообщений. Так как у нас в настройках кейс выставлен, мы можем просто фильтр сюда вставить айдишник. И у нас вот останется только одно это сообщение. То есть вот так вот у нас сортировка по ключу. Ну и допустим, я хочу теперь найти сообщения в кавке, у которых в value, то есть вот тут в теле сообщения, да, не в кее, не в кее, а в value. Есть слово там, новосибирск, например. Я также сюда вбиваю Новосибирск. И вот мы видим, что есть только одно сообщение, где есть слово новосибирск в value. Очень удобно, очень гибко, регулярками даже можете сказать вообще. Как перечитывать топики кавка? Допустим, некоторый производитель, продюсер, да, отправил нам в топик тысячу сообщений. Наше приложение их прочитало, но не смогло сохранить, так как в коде появилась какая-то ошибка. Через время мы баг, естественно, пофиксили и нам снова нужно прочитать эту тысячу сообщений из топика, чтобы записать их в базу данных. У нас есть два варианта. Заставить производителя, продюсера, еще раз отправить эти же сообщения, что, к сожалению, не всегда возможно. Либо перечитать сообщения из топика. Когда консумер читает топик, у него выставляется определенный офсет. Мы уже тоже об этом как-то говорили. Вот он, этот офсет. Он определяет, до какого сообщения в топике консумер дочитал. Чтобы перечитать сообщения из топика, мы можем искусственно, то есть руками, сдвинуть этот офсет назад. Из-за чего консумер, когда подключится, он будет думать, что он дочитал только вот до второго офсета, на самом деле, а не до четырех. Ну, то есть того самого, который мы руками выставили. И он как бы заново будет пытаться прочитать сообщения, которые идут после выставленного нами офсета. То есть он пытается до конца дочитать все сообщения, какие есть. Вот сейчас он прочитал, например, все. У него в сет 4. Мы его выставим там на один. И он с первого начнет читать заново. Чтобы, собственно, вот и вся премудрость перечитки топиков в кафке. То есть нам нужно просто руками поменять офсет к консумеру. Чтобы обновить этот офсет через офсет эксплорер неожиданно, нужно выбрать раздел консумерс, что мы с вами сделали. Выбрать определенного консумера. В моем случае это вот консумер from python up. И затем нужно выбрать топик и задать офсет. То есть вот он у нас, ну у нас топик 1. Мы его, понятное дело, выбираем. И здесь есть такая иконочка. Edit Consumer Offset. Мы на нее нажимаем. И у нас, оппа, появилось окно изменения. Мы можем поставить, чтобы офсет переставился на начало партиции. На конец партиции, либо на определенный офсет, который мы зададим руками. Но, обязательное, но самое важное. Перед тем, как делать перечитку, нужно сначала вырубить на это. Пока мы вот все эти манипуляции делаем, нужно консумеров всех вырубить. А как только мы офсет установим и обновим, потом заново включить. Я не запустил чтение. У нас видео. Давайте мы на флэт все-таки его переставим. Как переставить здесь на флэтс? Мы просто делаем флэтс. Давайте уж посмотрим полный цикл, так сказать. Делаем здесь флэтс. Пусть он сначала прочитает наш консумер. Наш консумер здесь. Вот он прочитал три наши сообщения. Вот видим, что у нас наш консумер читает уже из двух топиков. И для флэта я хочу его перечитать. У нас стартовый офсет 0, endofset 3 и текущий офсет 3. То есть он дочитал до трех. Лаг у нас 0. Соответственно мы видим, что мы прочитали вообще все. Ну и допустим мы хотим, чтобы наш консумер заново прочитал сообщение из этого топика флэтс. Но хотим не все, а хотим, чтобы он пропустил первое сообщение. То есть вот он здесь соответственно прочитал и первое, и второе, и третье. Мы хотим перечитать, но без первого. То есть вот эта вот уютная квартира на Арбате нас не интересует. В таком случае мы должны консумера на время выключить. Я его вот собственно выключил сейчас. После этого мы для нужного топика, не для белаунч видео, как мы решили в итоге, а для флэтов, нажимаем вот эту кнопочку. Edit Consumer, Offset. У нас 0.3, текущий офсет 3. Так как мы хотим пропустить первую квартиру, мы выставляем офсет на единичку, потому что офсеты идут с нуля. И затем нажимаем вот эту кнопку Update. Нажали кнопку Update. Offset Successful Updated. И теперь мы видим, что у нашего консумера для топика Flats, конечный офсет 3, а у нас офсет 1. И мы видим, что у нас появился лаг. Лаг в два сообщения. Это означает, что наш консумер не дочитал еще два сообщения до конца. Ну что ж, мы переходим к нашему консумеру. Запускаем его снова. Он у нас начал старт консуминг делать. И мы видим, что он у нас, вот прочитал всего два сообщения заново. А первое сообщение он пропустил. Собственно. И значит, что мы успешно перечитали топик Кавки с офсета 1. Мы великолепны. Импорт и экспорт. Инструмент экспорта позволяет экспортировать данные из топиков в различные файлы. Когда мы открыли инструмент экспорта и выбрали топик для экспорта, необходимо выполнить несколько действий, чтобы все, так сказать, прошло хорошо. Мы выбираем директорию и название файла, куда будем сохранять. Выбираем формат шаблона имени ключевых файлов, формат имени файлов для values, количество сообщений, какие мы хотим экспортнуть и партиции. То есть выбираем, какие партиции в топике мы хотим включить в экспорт. Мы используемся вот таким инструментом, который называется инструмент экспорта. Здесь же инструмент импорта есть. На секундочку. Инструмент экспорта. У нас появляется вот такое окно экспорта. Здесь мы выбираем кластер, который нам нужен и выбираем топик. Ну давайте экспортировать все из квартир. Нажимаем next и здесь нам нужно выбрать папку, куда мы будем это дело все экспортировать. Ну вот, допустим, я хочу это все дело экспортировать в пилаунч. Ну так как. Я хочу экспортировать и ключи, и значения. Тут определенный шаблон задается. Первых n сообщений или последних n сообщений. Ну я хочу там тысячу сообщений. Понят, дело у меня нет, тысячи, но сам факт. И здесь есть партиции. То есть мы можем галочкой вот тут отметить, с каких партиций сообщения мы загрузим. Нажимаем дальше next. А, я назвал несуществующую папку. Все. Мы видим, что за 152 миллисекунды 3 сообщения у нас выгрузились. Вот только вот вайт они весят. Аналогично работает история с импортом. Мы нажимаем tools, импорт. Он нам предлагает, в какой топик это все дело импортировать. Допустим сюда. Он нам предлагает выбрать файл, откуда это дело импортировать. Также, что мы конкретно хотим, в какой топик это должно взлететь. Нажимаем next. Понят, дело, что я не выбрал здесь ничего. Но сам факт, так мы можем из файлов подгрузить сразу же сообщения в определенный топик. То есть порядок действий, аналогичный у экспорта абсолютно. Также мы можем экспортировать конфиг для подключения к кластеру. То, что мы делали в самом начале. Для этого мы кликаем в контекстном меню кластеров. Допустим, я вот хочу конфигом для подключения к пилаунджу поделиться. Я делаю здесь экспорт connection. Выбираю куда и как его экспортировать. Допустим, я хочу его... А, да вот даже в пилаундж хочу. My config. Нажимаю save. Выбираю, да, что здесь экспорт. И по итогу мы увидим вот нечто похожее, да, где можем сразу импортировать все эти настройки. Мы можем, соответственно, конфигурацию и импортировать, если нам кто-то ее скинул. Это тоже делать довольно несложно. Мы кликаем на кластеры и нажимаем import connections. И здесь мы просто выбираем нужный нам файлик. И у нас здесь в кластерах появляется нужный connection. Плагины. ВSET Explorer поддерживает пользовательские плагины, написанные на языке Java. Плагины позволяют посмотреть сообщения, которые не понимает в SET Explorer, например, в определенных форматах. Ну и примеры написанных плагинов лежат в папке plugins.example в каталоге, куда установлен OPSET Explorer. Но эта тема более все-таки узкая, и за подробностями я вас все-таки отправлю в официальную документацию. Ну и напоследок поговорим про альтернативы OPSET Explorer. В качестве альтернативы пользуются популярностью два инструмента. Kafka UI и AKIQ. Kafka UI выглядит стильно, модно, молодежно, но лично я ей не пользовался никогда, поэтому ничего особо сказать не могу, но возможно вам он понравится больше. Чуть чаще в компании мы используем AKIQ. Ну, по-разному ее можно называть, но у меня проще вот так. И из-за того, что ей я пользовался, и мне она в целом нравится, в качестве бонуса я поделюсь инструкцией по запуску. Мы создаем директорию AKIQ. В этой директории создаем файл docker-compose.yaml с следующим содержимым. Обратите внимание, где bootstrap-сервис это адрес и порт, на котором живет кластер Kafka, в нашем случае это localhost 9092. Мы запускаем все это дело с помощью команды docker-compose-up, надо запускать ее из папки нашей созданной. Переходим в строке браузера по адресу localhost 9000 и наслаждаемся результатом. Заключение. Итак, Offset Explorer удобный графический инструмент для работы с Kafka, у которого, тем не менее, есть альтернативы, про которые я тоже рассказал. Выбирайте то, что вам удобнее и больше понравится. Ну, а я показал то, чем сам пользуюсь в 99% случаев на работе. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если есть что-то добавить, я где-то ошибся, милости прошу в комментариях. Давайте сделаем этот материал еще лучше, чтобы он точно стал хорошим подспорьем для всех начинающих. Оставляйте свое мнение, делитесь этим роликом. Я надеюсь, он действительно поможет и научится пользоваться в Set Explorer без проблем, чтобы взаимодействие с Kafka было не только простым, но еще удобным и приятным. Поддержите это видео лайком и репостом. И напишите в комментариях, каким инструментом для работы с Kafka пользуетесь вы. Может, Kafka Sly или вы знаете еще какой-то интересный инструмент. Мне, правда, будет интересно почитать. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok